Духовные вопросы. Обида — это очень тяжёлое чувство. Как мы уже здесь написали, держать зло — это всё равно, что принять яд самому и ждать, когда ваши враги умрут. Потому что люди, на которых вы, скорее всего, обижаетесь, могут даже и не помнить, что вы на них обижаетесь. Они даже не думают об этом. Это только ваша проблема становится. И она только мучает и наносит вред только вам, но не тем людям, которые заняли у вас 100 тысяч и не возвращают. Они окей. Это как пример. Но очень интересный подход к тому, что значит простите себя и простите других. Простите других — это не означает позвонить им и скажите «я тебя прощаю, я на тебя больше не сержусь». Это не так. Потому что кто вы такой, чтобы сказать им «я тебя прощаю»? Казалось бы, это не то, что кто вы такой, а просто так легче будет сказать «ну, случилось, бывает, этот человек думает по-другому, it's ok». Вот так. Не так, что «я тебе делал одолжение, я тебя прощаю». Это неправильно. Так не простите. И тот человек не поймёт, что вы его простили. Скажите себе и скажите другому человеку, ничего не произошло. Этот человек в тот момент думал так, как он думал. И ничего страшного в этом нет. Мы можем идти дальше. Или не можем. Бывает так, что не можем. Мы не сердимся, мы принимаем решения этого человека, но нам некомфортно больше с этим человеком идти дальше по жизни. Забудьте его. Вычеркните его телефоны в своей записной книжке. Забыли всё навсегда. Но не оставляйте ни на ком-то свою вину. Не старайтесь кого-то осудить, не старайтесь на кого-то злиться. И, конечно, в первую очередь на самого себя. Потому что сколько есть у нас поступков, которые когда-то мы совершили, и мы по-прежнему себя виним за это. Мы говорим, почему я так сделала? Это было нехорошо, это было неправильно. Я обидела этих людей. Я делала так. Простите себе всё. Скажите себе, не такая уж я большая женщина, чтобы на себя так злиться. Или не такой уж я прям мужчина серьёзный и злой. Ну бывает, ну сделала. Ну что особенного? Забыли. Пошли дальше. Всё. Вот так. Хорошо? Хорошо. Следующее, что нужно делать. Как контролировать свои мысли? Потому что мы на пути к хорошим эмоциям. У нас возникают разные позитивные, негативные мысли, которые проводят нас или в одно состояние, или в другое состояние. Как нам решить этот вопрос? Головной мозг производит приблизительно от 12 тысяч до 60 тысяч мыслей в день. 12 – это у людей, которые мало думают, 60 – у которых думают побольше. 95% мыслей – это одни и те же мысли каждый день. И только 5% – это новых мыслей. Мы все время думаем одно и то же, одно и то же, одно и то же. И как интересно, с точки зрения негативных мыслей, помните такое выражение? Человек не может выйти из этого состояния. Человек попал в какую-то трудную ситуацию, начал какое-то несчастье у него, и он не может выйти. Почему? Оказывается, что наш мозг, он так устроен, он работает в основном на автомате. Потому что это автоматическое. И он начинает думать о чем-то негативном, и это негативное остаётся, у него остаётся, остаётся. Он не может выйти на другой позитивный путь мышления, ему так легче. Вообще головной мозг человека очень-очень протектив, он очень защищает человека от всего. Всё, что в основном происходит, он ему говорит, не наступи туда, не сделай то, не обожгись, не ударься, не прыгни в пропасть. Вот так вот устроен головной мозг человек. Он умница, замечательный, он нас везде защищает. Но очень часто эта защита головного мозга мешает нам двигаться по жизни дальше, потому что он привык вот так вот думать. Поэтому наша задача научиться эти мысли регулировать, убирать негативные мысли и заменять их позитивными мыслями. Делать это очень просто. Нужно, во-первых, начать замечать негативные мысли в нашей голове. Вот я это делаю постоянно. Я иду, что-то я вот вижу там на улице, допустим, некрасиво где-то, я говорю себе, всё, я заметила негативную мысль, я от неё избавлюсь сейчас. Первое, что надо сделать, это начать замечать негативные мысли и стараться их заменять позитивными, потому что со временем вы научитесь полностью убирать, ну почти полностью, скажем, полностью невозможно, эти негативные мысли и замечать их позитивными. То есть вы себе сделаете огромный фейвор, вы научитесь себя держать в состоянии позитива, вы научитесь быть человеком, которому всегда хорошо, а не которому всегда плохо, потому что эти негативные мысли приносят вред только вам, больше никому. Потому что если вы скажете, что Мария Ивановна плохой человек, Мария Ивановна, скорее всего, в это не поверит, правда? Ей всё равно, что вы о ней думаете. Скорее всего, она не поверит вам, что она плохая. Она о себе думает гораздо лучше, правда, чем вы о ней думаете. Поэтому кого-то осуждать, кого-то сплетничать нет никакого смысла, потому что люди другие, на них это не влияет так, как влияет на вас. Это разрушает только вашу жизнь. Поэтому мы говорим о том, что мысли материальны. И это самый мощный инструмент, который создаёт нашу жизнь и нашу реальность. Нет ничего другого, что создаст нашу жизнь и нашу реальность, кроме наших мыслей, как мы думаем. Потому что разница в людях, которые преуспели в жизни, и разница в людях, которые не преуспели в жизни, только в том, что они по-разному думали и по-разному реагировали на разные события. Только в этом. Есть два одноклассника, которые учились в школе одинаково, и один из них стал преуспевающим человеком богатым, а другой стал человеком, который едва влачёт в своё существование, закончив ту же школу, который живёт в том же городе, который имел все шансы совершенно одинаковые, и люди живут разную жизнь только потому, что один человек думает по-другому, отличается от него этими мыслями. Поэтому мысли — огромный механизм, который создаётся в нашей жизни. Измените ваши мысли, и вы измените ваш мир. Только это мы можем для себя сделать. Большинство наших мыслей — это вопросы. Правильно поставленный вопрос даст вам правильный ответ. Как, например, у кого-то проблема похудеть, снизить вес. И человек говорит себе, опять своему мозгу, к которому мы обращаемся, он ему говорит, ну почему я такая толстая, почему я никак не могу похудеть, почему я всё время меня тянет на это сладкое, на эти макароны, ну почему я вот такая вот несчастная, и я никак не могу похудеть? Или почему я одинокая, почему никто на меня не смотрит, почему никто меня не любит? Миллион разных вопросов. Но если задаете своему головному мозгу, который замечательный механизм совершенно, вопрос по-другому, если вы ему скажете, как мне похудеть, как мне сделать так, чтобы я через 5 месяцев сбросил 10 килограмм, ваш мозг найдёт ответ для вас. Он вам скажет, что вам делать. Только повесьте на него вот этот вот такой стикер сюда, на головной мозг, и он вам будет искать ответы на это. То есть спросите его правильно. Не говорите ему, почему я не могу похудеть, а скажите ему, как мне похудеть, как мне этого добиться, как мне это сделать, помогите, помоги мне, и он вам поможет. Или спросите его, как мне встретить человека, которого я хочу встретить в своей жизни. Не почему я одинокая, или почему у меня всё плохо на работе, почему у меня ничего не получается, а как мне сделать так, чтобы я вышла из этого положения, чтобы у меня всё было хорошо. То есть поменяйте этот вопрос. Как мы говорим, 95% — это вопросы. И эти вопросы, умейте их правильно задать и правильно себя, в правильный рост своих направить. Ну и также, конечно, проводите время с людьми, которые думают так же, как и вы этого хотите. Это очень большая тема, очень большая. Потому что если вы в окружении негативных людей, если вы в окружении людей, которые всё время всё осуждают, которые всё время всем недовольны, вам очень трудно остаться нормальным человеком, который хорошую жизнь, и который себе что-то может создать позитивное. Это очень трудно. Поэтому самое простое — избавиться от этих людей. Я не знаю, кто они, в какой части они вас касаются, но вы должны, если вы не можете поменять, а мы знаем, что мы никого не можем поменять, только себя, то, скорее всего, нужно этих людей убрать от себя в сторону. Потому что они разрушают вашу жизнь, разрушают вашу душу. Следующее, о чём я бы хотела сказать. Как избавиться от страхов и неуверенности в себе? Опять-таки, что такое страхи и откуда они идут, эти страхи? Они идут с нашего подсознания, как я уже сказала. Страхи — это то, что нас защищает всё время, но иногда слишком защищает. Иногда нам не даётся движение вперёд, потому что наш sub-conscious mind, наше подсознание всё время нас защищает от чего-то. Например, я хочу сделать новый бизнес, я хочу продвинуться куда-то в бизнесе. Он мне говорит, подожди, зачем тебе это надо? Смотри, у тебя не будет времени, ты всё время будешь на телефоне, у тебя постоянно будут все звонить, ты будешь летать по всему миру, торчать в самолётах, в каких-то постоянных в отелях. Зачем тебе это надо? Знаешь, как у тебя здесь хорошо? Ты живёшь у себя дома, всё красиво, всё хорошо, у тебя всё достаточно. Зачем тебе делать такие невероятные движения? Оставь меня в покое на этом диване. Это говорит ваше подсознание. Но вы человек имеете сознание, которое двигает вас вперёд. Вы человек, а не тот компьютер, который у вас есть. Поэтому страх… Есть три вида страхов. Первое, что у нас происходит. Это страх на движении вашем потерять что-либо. Вы говорите, если я двинусь по этому пути, если я что-то буду делать, я могу потерять. Я могу потерять свою свободу, я могу потерять свой покой, я могу потерять свой комфорт, я могу потерять деньги в зависимости от того, что вы собираетесь делать. Это первый страх – страх потери. Второй страх – страх больших усилий на пути к этому. Вы говорите, мне же придётся тогда что-то делать. Как помните, у Како Шанел есть выражение. Если вы хотите быть тем, кем вы никогда не были, то вам придётся делать то, что вы никогда не делали. И это так. То есть мы будем говорить об этом очень много дальше, но самое главное о том, что вам придётся делать вещи, которые действительно вы никогда не делали. Вам придётся стать очень дисциплинированным, вам придётся делать определённую активность для этого. Это второй страх. И третий страх – это результаты. Вы говорите себе, ну где гарантия, что у меня будут какие-то результаты? Как? Откуда я знаю, что я приду к этому? Вот эти три страха и держат вас от принятия правильного решения. Поэтому я говорю о том, что страх – это иллюзия, ведь этого может не быть. Мы, я говорю, рассмотрите свои вещи, страх под микроскопом, посмотрите внимательно, а что же на самом деле этот страх? Разберите его, распишите его, чего я боюсь. Посмотрите это всё внимательно. Может быть, то, чего вы боитесь, и нереально, это никогда не произойдёт. А если произойдёт, то произойдёт очень-очень в слабой степени, не так серьёзно, не повлияет на вашу жизнь. А если повлияет, то, может быть, вы здесь вполне справитесь. Так же точно спросите себя, что будет, если я с этим страхом через 5-10 лет? Будет ли это по-прежнему для меня страшно или нет? Может быть, нет. И, конечно, что самое плохое может случиться со мной в этом случае? Может быть, это не так страшно. Вот эти вот основные вещи. И как работает наше подсознание, как нам вывести, я сказала, вот эти основные страхи, на что реагирует наше подсознание? На имиджес, на картинку, которую вы ему нарисуете, и на эмоции. Поэтому если вы взамен этого страха нарисуете ему и покажете ему красивую картинку, к чему вы стремитесь, какой пример, какой угодно может быть. Например, вы хотите приобрести какую-то профессию, и вы боитесь. Трудная учеба, очень-очень трудная учеба, и смогу ли я стать дипломатом, например, кем-то угодно. Как мне придется учиться, смогу ли я получить работу, и все такое прочее. Нарисуйте себе картинку работы дипломата где-нибудь в ООН. Это, наверное, так привлекательно будет для вашего подсознания, что он скажет, о, да, смотри, мне это нравится, давай поработаем, давай будем это делать дальше, не так уж и плохо. И второе, первое, это имиджес, и второе, это эмоции. И скажите своему подсознанию, научите его, какие эмоции у вас будут происходить, и как вам это будет нравиться. То есть покажите ему, к чему стремиться, вашему подсознанию. Думайте об этом, говорите об этом, напишите об этом. Мы будем еще говорить дальше, как это все делать. Вот так вот можно избавиться от этих вот страхов. Как я сказала, разобрать страхи подробно, расписать их каждый по каждому поводу, первое. И второе, нарисовать хорошее будущее, красивое будущее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.